всем привет приветствую на вебинаре вас по настройке таргетированной рекламы facebook и instagram сегодня разберем такую очень интересную полезную тему для каждого предпринимателя это второй урок в нашей серии воркшопов напоминаю что наши воркшопы проводятся при поддержке министерства экономического развития проекта мой бизнес и комитет по промышленной политике инновациям и торговле санкт-петербурга бездолго вступления сразу перейдем к делу особо не будем ждать тех кто подключится чуть позже что сегодня будет сегодня на вебинаре мы рассмотрим настройку таргетированной рекламы длительность вебинара предполагается час 30 минут постараемся не затягивать чтобы все прошло своевременно сам вебинар будет состоять из четырех частей первое знакомство быстро познакомимся пройдемся по теоретической части где кратко рассмотрим те тонкости настройки которые мешают таргетологам предпринимателям качественно настраивать таргетированную рекламу чтобы она давала результат далее непосредственно будет самопрактическая часть где мы в прямом эфире совместно с вами настроим первую рекламную кампанию я расскажу фишки детали и тонкости которые помогут вам в дальнейшей работе для того чтобы успешно рекламировать существующий продукт ваш или вашего клиента и далее в конце вебинара мы рассмотрим фишки я отвечу на ваши вопросы для тех немножко замотивирую вас для того чтобы остались до конца вебинара и расскажу что в конце вебинара раскрою секрет который знает очень маленькое количество таргетологов мало кто применяет секрет этот больше пришел к нам запада от западных именитых таргетологов таких как люмер и сейчас он очень активно используется в узких кругах арбитражников и опытных ребят которые работают в сфере таргетинга более 3-4 лет я расскажу как это все применяется как вы сможете применять это в своем проекте и я думаю что достаточно быстро достигнете с помощью этой связки результатов кратко познакомимся кто мы такие мы рекламный агент смогут профессионал мы существуем на рынке уже с 1993 года мы реализовали более 250 успешных диджитал проектов среди которых крупные средние и мелкие проекты в том числе для таких предприятий как газпром фольксваген различные стартапы сколково сбербанк альфа-банк а также указываю в презентации свой телеграм на тот случай если у вас возникли какие то вопросы вы захотите поинтересоваться можете смело писать я с удовольствием отвечу на все вопросы которые возникнут в ходе вебинара у вас перейдем сразу к делу что такое таргетинг эффективен ли этот инструмент и в чем сложность его настройки таргетинг пришел к нам относительно недавно этому инструменту чуть более пяти лет каких-то соц сетях то есть это достаточно свежий молодой инструмент сущность которого в том что мы не рекламируем рекламу всем подряд рекламируем продукт всем подряд мы транслируем рекламу и рекламное сообщение только той целевой аудитории которая нам потенциально интересно по платежеспособности по демографическим признакам по любым другим социальным характеристикам сама технология таргетинг от слова цель зачастую дело даже не в том что они неверно понимают продукт у тп или конкуренцию а в том что они просто технически неверно исполняют какие-то определенные моменты которые могли бы давать результат сложность настройки таргетинг заключается опять же в этом то есть сложно технически правильно понимать функционал фейсбука и правильно интерпретировать его на свой бизнес у нас достаточно много таргетологов действующих предпринимателей которые пришли в таргетинг фейсбук и инстаграм из контакта и перенесли свой опыт настройки контакта фейсбук я скажу сразу что это кардинально неправильный подход зачастую который и способствует такому низкому результату при настройке таргетированной рекламы рассмотрим архитектуру рекламы фейсбук это наверное одна из основных болей болей тех кто впервые сталкивается с этой рекламой так как когда мы настраиваем рекламу в контакте а это скажем такая отечественная платформа которая ну все привыкли использовать там достаточно все просто мы приходим в фейсбук и мы сталкиваемся с тем что у нас достаточно большое количество элементов которые между собой необходимо связать для того чтобы рекламу настроить и люди просто не понимают как это все работает и от этого возникают проблемы разобравшись один раз со всеми этими элементами в дальнейшем гораздо проще работать с фейсбук понимать его сущность принципы работы поэтому разберем сразу же первое и базовое что необходимо для настройки рекламы фейсбук это социальный профиль это аналог личной страницы вконтакте то есть это то самое место откуда вы пишете сообщения лайкаете посты вступаете в группы обычный соц профиль где стоит ваш личная фотография и так далее без наличия соц профиля настраивать рекламу в фейсбуке и инстаграме невозможно фан пейдж она же бизнес страница у нас ее принято называть сообществом опять же это негативный опыт который люди несут с контакта там где мы все называем сообществом фан пейдж действительно является аналогом сообщества вконтакте это то место где вы выкладываете новости о своем бизнесе собираете подписчиков фан пейдж также принципиально важна для настройки таргетированной рекламы в фейсбук вы не сможете настроить таргетированную рекламу на что бы то ни было на инстаграм на сайт на приложение на чат бота если у вас будет отсутствовать фан пейдж рекламный аккаунт это именно здесь происходит сама настройка рекламных кампаний там хранятся аудитории и привязаны платежные данные как правило к рекламному аккаунту в дальнейшем я более подробно покажу как его создать как его связать и как его использовать БМ он же бизнес менеджер это платформа для управления рекламными аккаунтами файт пейджами страницами в инсте и так далее совершенно необязательная вещь но для удобства используется многими вообще изначально фан пейдж бизнес менеджер был придуман именно для рекламных агентств но сейчас уже по развитию скажем так индустрии вообще по опыту таргетирования опыта развития таргетологов многие используют бизнес менеджер так как это банально удобнее вы можете там создавать большее количество рекламных аккаунтов привязывать большое количество фан пейджей и соответственно рекламировать разные продукты в одном месте где будет участвовать скажем именно несколько амф бизнес профиль инстер это тварь на котором есть статистика это возможность привязать профиль рекламному аккаунту бизнес профиль инстер не обязателен он обязательно только в том случае если Монк prayer историю рекламу на курс на сайт на приложении или же на чат-бота, нам не обязательно бизнес-профиль Инстаграма. И также личный профиль Инстаграма – это то место, куда вы выкладываете фотографии, делаете сториз. Он также необходим только в том случае, если вы настраиваете таргетированную рекламу непосредственно на сам Инстаграм. Далее. Архитектура рекламного кабинета. Рекламный кабинет состоит из трех ключевых элементов. Это компания, это группа объявлений и объявления. Опять же, если говорить об опыте таргетирования ВКонтакте, то ВКонтакт предполагает только компанию и объявление. Почему в рекламном кабинете Фейсбука все немного иначе? Причина проста в том, что компания, она же равно цель рекламной компании. Будь то охват, лидогенерация, совершение конверсий или просто совершение кликов. В дальнейшем мы рассмотрим создание компании. На уровне компании мы выбираем только цель нашей рекламы. То есть зачем мы вообще рекламируемся? Чтобы мы хотим получить лидов, совершение конверсии, или мы просто хотим получить какой-то определенный охват нашей записи. Или даже, скажем, лайки. Далее. Группа объявлений. Группа объявлений – это ключевой момент, ключевой элемент в структуре. Именно это то место, где вы выбираете аудиторию, таргетинг, географию, исключения и так далее. Именно этот элемент обучается самой компании. Когда мы говорим про обучение рекламы Facebook, подразумевается, что обучается именно группа объявлений. Группа объявлений обычно называют отцетом. И далее вот объявления. Объявления – это те креативы, то есть тот конечный результат, который видит именно пользователь, для которого реклама предназначена. То есть это картинка или текст, просто сториз, рекламное сообщение. На моей иллюстрации у компании всего две группы объявлений, но вообще количество групп объявлений не ограничено. Так же, как и не ограничено количество объявлений. То есть в одной компании может быть 10 групп объявлений, а у каждого группы объявлений может быть по 10-15 самих объявлений. Теперь, я думаю, после того, как мы рассмотрели такой краткий экскурс, провели в теоретическую составляющую. Можно перейти к практической составляющей для того, чтобы мы своими руками самостоятельно вместе с вами настроили рекламную кампанию первую вашу. Для этого нам необходимо перейти в бизнес-менеджер Facebook. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо перейти по ссылке business.facebook.com Либо же просто забить в поисковой строке «бизнес-менеджер Facebook». И вы окажетесь на странице, которая будет выглядеть вот так. Я сейчас также скрою презентацию, открою Google Chrome, и мы сможем вместе с вами это делать. У меня бизнес-менеджер будет выглядеть немножко иначе, так как у меня уже есть часть компаний, которые созданы. Поэтому у меня он выглядит немножко по-другому. Переходим в Facebook. Мы оказываемся на странице бизнес-менеджера. Именно здесь мы создадим первый элемент в структуре Facebook, в архитектуре Facebook. Нажимаем «Создать компанию». Нам необходимо придумать название компании. Мы для теста будем называть просто «Магнат вебинары». Вы, соответственно, называете компанию для своего удобства, для своего отображения. Так называется ваш бизнес или клиент. «Электронный рабочий адрес». Вводите любой актуальный рабочий адрес, который у вас есть. Его необходимо будет в дальнейшем подтвердить. Жмем «Далее». Далее необходимо выбрать страну вашего бизнеса. Зачастую сейчас Facebook требует подтверждения того, что ваш бизнес существует. Поэтому рекомендую выбирать страну, в которой вы базируете. То есть Россия в нашем случае. Адрес улицы. Указываем город. Штат, провинция, регион, Ленинградская область. Важно также указать почтовый индекс. На самом деле не всегда понятно, зачем его запрашивает Facebook, так как Facebook зачастую не отправляет никаких закрывающих документов и вообще не взаимодействует с вашим бизнесом напрямую. Но вообще почтовый индекс принято указывать верный. Номер телефона компании можно ворвустить. Но мы запомним. Сайт. Ждем. Наш бизнес-менеджер создается. Важно сказать, что зачастую бизнес-менеджер может быть не создан и вообще личная страница может быть забанена. Или отлететь на подтверждение, как называется, на селфи. В кругах вот называют. Почему? Потому что сейчас Facebook активно борется с так называемыми арбитражниками, то есть люди, которые работают по модели cost-per-action и, скажем так, он больше сейчас за легальный бизнес, он продвигает легальный бизнес, способствует продвижению легального бизнеса. Итак, мы попали в наш бизнес-менеджер. Теперь переходим во вкладку «Настройки компании». В этом окне происходят основные настройки компании. То есть здесь мы просто добавляем людей, добавляем рекламные аккаунты, аккаунты Instagram. Сейчас поэтапно разберем. Люди. Сюда мы добавляем тех, с кем мы хотим взаимодействовать в процессе настройки таргетированной рекламы. То есть те люди, которые этой рекламой будут управлять. Те люди, которые будут управлять вашим бизнес-менеджером. В нашем случае мы оставляем это поле пустым, эту вкладку пустой, так как мы уже сюда добавлены, а настройка таргетированной рекламы будем только мы. Далее переходим в страницы. Здесь нам необходимо добавить фан-пейдж, то есть ту страницу, от лица которой будет идти настройка таргетированной рекламы в Facebook. Добавляем. В случае, если у вас ее нет, вы можете либо запросить доступ к странице, которая существует, например, у вашего коллеги или у вашего клиента, либо же создать новую страницу. Мы создадим свою собственную страницу. Выбираем любое место, компания, марка или продукт, ни на что это не влияет. Название страницы. Категорию можно выбрать любую, она также ни на что особенно не влияет, никто не будет проверять, просто задаем вузы. Также указываем адрес нашей страницы, указываем город и указываем индекс. Facebook в случае неверного года индекса вас поправит и как бы просит ввести верный индекс. Создаем бизнес страницу, он же фонпейдж. Страница создана. Теперь мы можем создавать рекламу с нашей страницей Facebook. Далее переходим во вкладочку рекламные аккаунты. На этом этапе нам необходимо создать рекламный аккаунт, который будет принадлежать этому бизнес менеджеру. Рекламный аккаунт также является необходимым структурным элементом для настройки таргетированной рекламы. И без него настроить рекламную компанию не получится. Если у вас есть рекламный аккаунт, который принадлежит другой компании или ваш личный, вы можете его просто смело сюда добавить, нажать на кнопочку «Добавить рекламный аккаунт» и указать в этом поле ID рекламного аккаунта. В случае, если рекламного аккаунта у вас нет, вы можете создать рекламный аккаунт. Создается он достаточно просто. Но здесь есть несколько тонкостей. Первая тонкость – это валюта. Я настоятельно рекомендую всем использовать валюту рубли. Почему? Потому что доллар зачастую часто растет и рекламодателям, которые рекламируются за доллар США, просто невыгодно оплачивать рекламу. То есть гораздо выгоднее тем, кто оплачивает рекламу за рубли из-за волатильности рынка. И, ко всему прочему, лимиты на рубли гораздо ниже. То есть минимальное значение потраченных средств в день в рублях ниже. Соответственно, если у вас ограниченный бюджет дневной, месячный, годовой, как угодно, вам выгоднее выбирать рубли. Российский рубль. Я не могу создать новый рекламный аккаунт по причине того, что он у меня же создан. Но, надеюсь, у вас получилось. Я буду настраивать рекламу с другого рекламного аккаунта, который у меня уже есть. У меня просто лимит, я уже не могу создать новый. Вот. Нам необходимо перейти во вкладку «Бизнес-менеджер». «Эдс-менеджер», «Эдс-менеджер», прошу прощения, «Эдс-менеджер». Выбрать необходимый рекламный аккаунт, который мы только что создали с вами, только что назвали его. Мы попадем в окно, которое, в общем-то, и называется «Эдс-менеджер». Это то место, где настраивается таргетированная реклама, откуда она управляется и где слежится вся статистика. То есть это рабочее пространство любого таргетолога и владельца бизнеса, который самостоятельно настраивает рекламную кампанию для себя. Пробежимся кратко по интерфейсу. Вверху у нас сам рекламный аккаунт. То есть мы можем выбрать, когда их несколько у вас, вы, соответственно, выбираете тот необходимый, на котором вы работаете. В нашем случае это будет мой личный рекламный аккаунт «Юрий Силайф». Компания, группа объявлений и объявления. Это та структура, которую мы с вами обозревали на предыдущих слайдах. Теперь нажимаем на кнопочку «Создать». Перед нами открывается первое окно. Итак, компания. Выберите цель. Нам необходимо выбрать цель компании. По существу используют не все цели компании. Как правило, используют трафик, генерация лидов и конверсии. Это те цели, которые используются в 99% случаях. Также за редким исключением используется охват, вовлеченность и продажа по каталогу. Но мы с вами рассмотрим на примере трафика, так это будет проще воспринять и использовать в дальнейшем. Трафик. Называем компанию. Нам предлагается на выбор создать АБ-тестирование. Не используем этот функционал, в принципе, потому что он не так удобен, он не доработан. И у Facebook существует гораздо большее количество функционала, которое позволяет сделать это. Оптимизация бюджета на уровне компании. Иногда она еще называется СБО, как правило, СБО, то есть Campaign Budget Optimization, а также есть АБО, Отсет Budget Optimization. Для опытных таргетологов я всегда рекомендую выключать, то есть чтобы это значение было выключено. Почему? Потому как мы самостоятельно сможем контролировать ход рекламы и настраивать вот таким образом, чтобы это было эффективно для нас. Я покажу на примере настройки с АБО, то есть тот метод, который позволяет вам экономить бюджет, приводить новых клиентов и при этом эффективно взаимодействовать с ним. Настроить рекламный аккаунт. Далее мы попадаем в настройку рекламного аккаунта, то есть если аккаунт только создан, нам необходимо его настроить. Здесь есть маленькая хитрость. Страна аккаунта. Как вы все знаете, в России за рекламу мы Facebook платим НДС. То есть если, к примеру, мы открутили 8 тысяч рекламного бюджета, совместно с НДС у нас выйдет на чеком 10 тысяч рублей. Для того, чтобы это избежать, мы можем выбрать страну, где НДС не платится. Например, это Киргизия, Казахстан, Беларусь. Facebook особенно никак это не отслеживает, не карает за это, но я советую все-таки выбирать Россию, так как это более надежно, мы живем в России, соответственно, в случае возникновения к нам вопросов мы все сможем продемонстрировать, что мы оплачиваем НДС и все вовремя. Нажимаем «Продолжить». Итак, на этом этапе мы попадаем на настройку группы объявлений. Что такое группа объявлений? Как же сковорание, группа объявлений – это то место, где мы настраиваем сам таргетинг. То есть мы настраиваем аудиторию, географию, мы настраиваем место назначения рекламы. Называем группу объявлений. Группа объявлений называется, как правило, по аудитории. То есть в нашем случае это будет широкая аудитория 1. Мы назовем ее так. Далее выбираем то место, куда мы ведем трафик. Это может быть сайт, может быть приложение, может быть мессенджер или может быть WhatsApp. Если мы настраиваем таргетированную рекламу на Instagram, то, соответственно, мы также указываем сайт. Мы просто напрямую укажем ссылку на наш Instagram и при нажатии на рекламу человек будет попадать через редирект на наш Instagram. Мы укажем сайт, мы будем рекламировать наш сайт, MyGant Professional. Динамические креативы. Чуть более подробно разберем в дальнейшем, так как сейчас эта информация будет загружать мозги. Предложение мы также пропускаем. Попадаем на вкладку аудитория. Здесь, в общем-то, творятся чудеса таргетирования. Здесь мы выбираем аудиторию. Вверху пользовательские аудитории. У нас их нет, мы еще их не создавали. То есть у нас нет ни похожих аудиторий, ни пользовательских аудиторий, никаких аудиторий у нас нет. Также у нас нет сохраненных аудиторий. Поэтому мы переходим сюда. Местоположение. Россия. В нашем случае представим, что мы настраиваем рекламу на магнат вебинары, на вебинары по настройке таргетированной рекламы. В целом, все люди, живущие в России, являются нашей целевой аудиторией. Поэтому мы оставляем это место пустым. То есть Россия. Идем далее. Возраст. Вообще принято считать, что платежеспособная аудитория начинается с 21 года. Поэтому указываем таргетинг 21 года. В случае с вашим бизнесом вы можете указывать тот возраст, который вы считаете наиболее релевантным для вашего бизнеса. То есть, как любой предприниматель, он хорошо знает свою целевую аудиторию. Поэтому, я думаю, с выбором возраста у вас проблем не возникнет. Лица любого пола. Зачастую отцеты разделяют между мужчинами и женщинами. То есть, если, условно говоря, у нас продукты для беременных или у нас продукты по обслуживанию автомобилей, то, как правило, например, при такой рекламе разделяются. Гендер, то есть, на мужчин, на женщин задаются отдельные компании. В нашем случае, а я напомню, мы настраиваем рекламу для вебинаров Магнат, мы не разделяем аудиторию. В случае, если же вы все-таки хотите протестировать, какой из гендеров, скажем, будет давать наибольшую отдачу, вы можете это сделать и просто продублировать этот отцет с другим гендером. Детальный таргетинг. В данном случае мы выбираем интересы. То есть, те интересы, по которым мы будем таргетироваться. В нашем случае это диджитал маркетинг. В вашем случае, если вы, например, рекламируете цветочный, вы можете бить цветы или какие-то косвенные интересы, например, свадьбы, дни рождения и так далее. Автоматически, Facebook автоматически, он предлагает нам при нажатии на кнопку рекомендации выбрать похожие интересы. То есть, тут мы видим маркетинг в стальных сетях, онлайн реклама, продвижение, маркетинг. Например, если мы выберем недвижимость. Facebook также заменит эти интересы нам более релевантные. То есть, он нам предложит инвестиции в недвижимость, объекты недвижимости и квартиры. Например, выберем квартиры, жилой комплекс. Далее. Мы можем исключить людей. То есть, мы можем исключить тех людей, чьи интересы нам явно не соответствуют. В каких случаях вообще это делается? Это делается в тех случаях, когда реклама явно, когда реклама уходит ограничить от чьих либо глаз. Например, зачастую такое возникает, когда люди рекламируют какие-то мясные продукты. Или же, наоборот, рекламируют вегетарианскую кухню. Соответственно, в случае, если мы рекламируем мясные продукты, интересы вегетарианства мы просто-напросто... Интересы овощей, вегетарианства мы исключаем, ставим их в исключение. Также у нас есть возможность сузить аудиторию. Также это называется пересечением. В каких случаях это делается? Представим, что мы продаем недвижимость. В нашем случае это может быть какой-нибудь элитный жилой комплекс в центре Москвы. Мы выбрали прямые интересы. То есть мы уже выбрали людей, которые интересуются недвижимостью, жилым комплексом и квартирами. Но этого недостаточно. То есть человек может интересоваться недвижимостью эконом-класса, жилым комплексом эконом-класса, квартирой в ипотеку. Но Facebook им реклама покажет. Каким же образом нам тогда сузить эту выборку до той необходимой аудитории, которой наш продукт будет интересен? Мы можем подобрать более релевантные интересы. Скорее всего, если люди интересуются дорогой недвижимостью, они ведут себя... У них есть определенные, скажем таки, показатели. То есть не показатели... Например, это могут быть инвестиции. Они могут интересоваться инвестициями, банковскими инвестициями. Они могут ездить на автомобилях люк-класса люкс. И из 5 миллионов исходной аудитории... Из 11 миллионов исходной аудитории мы получаем аудиторию 6 миллионов. Это более релевантная аудитория. Так же касаемо аудитории. Расскажу, скажем, соответственно, фишку определенную. Зачастую люди при настройке таргетированной рекламы переносят свой опыт из контакта. А в контакте основной принцип настройки таргетированной рекламы это микросегментирование. То есть люди заведомо делят аудиторию очень маленькими кусками. То есть используют аудитории по 3-5 тысяч человек, по 10 тысяч человек. В случае с Фейсбуком так делать я не рекомендую. Это непрактично. Почему? Потому что в Фейсбуке достаточно серьезное машинное обучение. Что это значит? Это значит, что Фейсбук аудиторию знает гораздо лучше вас. И достаточно быстро обучится подбирать релевантную вам аудиторию, если вы эту аудиторию сужать не будете. Поэтому не пугайтесь, если, например, вы рекламируетесь по какому-то городу-миллионнику, скажем, Санкт-Петербург, и у вас совокупная аудитория получается 2 миллиона. Фейсбук ни в каком случае не будет охватывать все 2 миллиона. Он выберет именно ту аудиторию, которая будет проявлять интерес к вашему продукту. Достаточно быстро оптимизируется. В случае же, если вы указываете много интересов, сужаете аудиторию, скажем, до 60 тысяч, до 100 тысяч человек, Фейсбуку гораздо тяжелее провести необходимые оптимизационные алгоритмы и показывать вашу рекламу правильно и давать им результат. Поэтому я советую указывать 2-3 ключевых интереса. В нашем случае это будет просто диджитал маркетинг. У нас получилась аудитория порядка 5 миллионов человек. Это достаточно широкая аудитория. Фейсбук вот здесь показывает размер аудитории, и он, соответственно, показывает, что в целом у нас все хорошо, то есть мы находимся в зеленой зоне. Также Фейсбук прогнозирует приблизительные результаты за день, то есть охват и клики по ссылке. Я скажу, что на эти прогнозы смысла обращать внимания никакого нет, так как зачастую они просто берутся из общей статистики, из аналогичных проектов, из аналогичных аудиторий, и по сути не представляют из себя какой-то прям такого фундаментального подхода. То есть это просто прогноз, который, скорее всего, будет отдален от реальности. Далее. Далее мы переходим к местам размещения, они же плейсменты. Фейсбук предлагает нам по умолчанию автоматические места размещения. Естественно, делать этого не стоит, так как в таком случае вы будете показываться и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в ленте, и в сториз, а также вы будете показываться в различных мессенджерах и в партнерах Фейсбука. Смело нажимаем кнопку «Выбор мест размещения». По умолчанию рекомендую моментально убирать Audence Network и мессенджер. Оставляем только те плейсменты, которые нам кажутся максимально подходящими для нас. В случае с лентами, например. Я рекомендую оставлять ленту «Инстаграм» и «Интересный Инстаграм». В случае, если у вас какой-то, скажем, продукт, рассчитанный на взрослую аудиторию, на бизнес-аудиторию, то также есть смысл добавить ленту новостей в Фейсбук. Это в том случае, если мы рекламируем сайт. Если же мы рекламируем Инстаграм, соответственно, ленту новостей в Фейсбук мы убираем. Далее идут истории. Истории есть на Фейсбук, истории с Инстаграм. Истории в Фейсбук, в принципе, по умолчанию стоит убирать, потому что там низкий охват, их никто не смотрит. Инстрим мы тоже убираем, поиск мы тоже убираем. Это те места, которые не дадут результаты вам в принципе в любом случае, просто потому что там недостаточное количество охвата, там недостаточное количество аудитории. Далее, мы выбираем бюджет и график показа нашей аудитории. Клики по ссылке или просмотр целевых страниц, показы, дневной охват среди уникальных пользователей. Что я рекомендую делать? Если же вы настраиваете рекламу с целью сайта, то это явно просмотр целевых страниц. Либо клики по ссылке. Показы и дневной охват среди уникальных пользователей выбирать не стоит. Выбираем клики по ссылке, как по умолчанию у нас стояло. Контрольная цена. Начинающим таргетологам я не рекомендую использовать контрольную цену, так как контрольная цена зачастую может сильно навредить процессу оптимизации фейсбука. Дневной бюджет. Также мы можем выбрать бюджет на весь строк действия. Я рекомендую, прям настоятельно рекомендую выбирать дневной бюджет для отсета. То есть вы можете выбрать тот бюджет, который будет для вас удобен, и, соответственно, его установить. В нашем случае это будет 300 рублей на один отцепь. Непрерывно показывать мою группу объявлений в сегодняшний день. И сразу же нам фейсбук показывает. Вы не будете тратить не больше 200 рублей в неделю. Нажимаем продолжить. Теперь мы попадаем в объявление. То есть третий структурный элемент в рекламном кабинете фейсбука. Здесь мы называем так, как нам удобно. Я привык номеровать креативы. Называю его креатив 1. Далее мы выбираем страницу фейсбук, от лица которой мы будем рекламироваться. В нашем случае это магнат вебинары. Выбираем ее. В случае, если вы хотите рекламировать аккаунт инстаграм, вам также будет необходимо здесь выбрать аккаунт инстаграм. Но так как мы аккаунт не привязывали, мы будем рекламироваться напрямую от страницы магнат вебинары. Далее. Формат. Формат существует их основных три. Это кольцевая галерея, одно изображение или видео, а также подборка. В нашем случае мы будем рекламироваться одно изображение или видео. Но я также советую, в принципе, поэкспериментировать с форматами. Например, если мы берем опыт e-commerce проектов, магазинов бренда одежды и так далее, отлично заходит формат кольцевая галерея. Подборка также подходит идеально в случае, если мы, например, рекламируем какие-то торты, пирожные, цветы. То есть это группа объектов, которые в полноэкранном режиме открываются на мобильных устройствах. В нашем случае берем одно изображение или видео. Instant Experience. Это полноэкранная телевая страница, которая оптимизирована под мобильные устройства. Работать с Instant Experience я рекомендую только в том случае, если у вас нету своего сайта, своего интернет-магазина или своей страницы. Во всех других случаях это достаточно такая неприменимая технология, которую Facebook активно распространяет. Она нашла свое применение на Западе, но у нас она используется не так часто. Далее мы добавляем непосредственно сам медиафайл, то есть медиа-объект. Те элементы, которые будет видеть конечный пользователь. То есть саму картинку на нашем сайте. Добавляем изображение. Изображение можно загрузить с компьютера. Отлично. Мы добавили изображение. Теперь мы смотрим на корректность отображения его. То есть открываем Instagram, открываем истории. В историях тизер отображается достаточно корректно. Но если, например, мы откроем ленту, то он там отображаться не будет. Почему? Потому что соотношение сторон в тизерах под сториз и тизерах под ленту используются разные. Соответственно, мы нажимаем кнопочку «Редактировать», нажимаем кнопку «Изменить» и загружаем другое изображение, которое будет демонстрироваться непосредственно в самой… У меня, к сожалению, такого изображения, к сожалению, не подготовлено. Но в любом случае вы можете загрузить изображение, которое будет соотношением сторон 4 на 5. 4 и 5. И оно будет корректно отображаться в Instagram-ленте. Такую же аналогичную процедуру мы проделываем с лентой новостей на мобильных устройств, потому что отображается некорректно, то есть просто написано «Таргет в Instagram» и в ленту новостей на ПК. Далее. Мы вводим текст. Стоит учитывать то, что текста, например, если мы рекламируемся в Instagram, читает достаточно небольшое количество людей. Были разные исследования, но вообще это указано то, что люди прям полностью прочитывают весь текст. Это порядка 27% пользователей. Одно из исследований я читал, которое было посвящено рынку общепита. Поэтому, если, скажем, у вас достаточно простой продукт, который не нужно объяснять пользователю, который можно показать с помощью картинки, мы просто набрасываем небольшой текст, то есть указываем какой-то заголовок и небольшой текст с призывом к действию. Например, уже сегодня. И далее, соответственно, мы указываем какие-то моменты, которые нам необходимы, то есть либо ссылку на Instagram, ссылку на сайт в тексте не ставится, то есть она по умолчанию у нас ставится в саму Stories, в саму шапку. И указываем призыв к действию, то есть зарегистрируйся. Facebook также нам предлагает добавить еще одни варианты. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы мы могли протестировать большое количество текстов, то есть не заострять свое внимание на каком-то одном конкретном тексте, а протестировать сразу несколько, то есть до пяти. Мы можем попробовать использовать разные заголовки, использовать разное тело к тексту, использовать различные призывы к целевому действию. Добавлять можно до пяти текстов. Facebook в конечном итоге выберет один-единственный текст, который будет давать максимальный результат, который заложен нами в компании, то есть будь то клики по ссылке, просмотры целевых страниц или совершение конверсии. Заголовок. Заголовок оставлять необязательно, я его оставляю крайне редко, поэтому тут как бы на ваше усмотрение, необходим заголовок вашей рекламной кампании или нет. Описание также необязательно. Далее. Теперь мы указываем место назначения нашей рекламы. В нашем случае это будет Magnat Education. Если же мы настраиваем рекламу на Instagram, соответственно, в ссылке вы указываете ссылку на ваш профиль Instagram. Скопировать вы ее можете, например, с десктопа. Зайти просто на ваш Instagram и скопировать. Она будет достаточно, ну, она будет корректно отображаться и корректно работать. Далее. Создать параметр URL. Что такое параметр URL? Когда мы настраиваем рекламу на сайт с целью совершения покупок, с целью оставить заявку, нам необходимо вычислять качественный трафик и некачественный трафик. То есть, условно говоря, например, по одной кампании в Facebook у нас может быть 100 кликов по 5 рублей, по другой кампании в Facebook у нас может быть 30 кликов по 25 рублей. И на первый взгляд, компания, где клики стоят дешевле, кажется такой более сладкой, ее хочется масштабировать, с ней хочется работать. Но на деле потом может оказаться, что люди, которые переходят по первой кампании, просто-напросто не покупают, не оставляют заявок, не звонят. Для того, чтобы проверить, с какой же кампании, с какого объявления, с какого отсета наиболее, скажем, целевые пользователи идут, оставляются URL. То есть, это просто обычные UTM-метки. Источник кампании. У нас в случае это просто Facebook. Или же Instagram. Далее. Платформа кампании. Я крайне рекомендую указывать сразу campaign name. Не campaign ID, а campaign name. Почему? Потому что вам самим же проще будет разбираться, когда UTM-метка будет написана с помощью имени, а не с помощью ID. Далее выбираем просто adset name и ad name. И таким образом, при просмотре статистики в Яндекс.Метрике или в Google Analytics мы сразу будем видеть, с какого источника, то есть Facebook это или Instagram, с какой кампании, то есть с кампании на охват, с кампании на конверсии совершают целевые действия, с какого отсета, то есть с какой группы объявлений приходит человек и с какого объявления, то есть какой креатив находит больше отклик у вашей целевой аудитории. Также вы можете добавить другой параметр, более, ну какой-то дополнительный, если вам он необходим. Нажимаем, потому что применить. Секундочку. Призыв к действию. Тут также все зависит от того, с какой целью вы настраиваете рекламную кампанию. То есть, например, вообще, как бы зачастую использовать просто подробнее. Почему подробнее? Потому что это такой призыв к действию, который вроде бы не обязывает человека к совершению какого-то конкретного целевого действия. То есть, если мы посмотрим, то здесь есть слушать, подать заявку, забронировать, скачать, получить приложение, меню в магазин, регистрация, подписаться и так далее. Люди очень часто ставят просто кнопку подробнее. Потому что, например, нажимать на кнопку забронировать, в принципе, страшно, пока мы не изучили контент на посадочной странице, посадочной площадке. Поэтому мы как бы оставляем эту кнопку подробнее. В случае, если нам необходима регистрация, мы можем оставить, например, кнопку регистрация. Как мы сделаем, так нам нужны регистрации в нашей компании. Но в целом это также тот момент, который необходимо тестировать, который необходимо учитывать. Также было одно интересное, кажется, исследование у одного именитого агентства, которое исследовали именно процент конверсии с призыва к действию. То есть, это кажется такой маленький, незначительный элемент, который, в принципе, на ход кампании повлиять не может. Но, как оказалось, выбор правильного призыва к действию также может оказывать такой достаточно большой след на результаты рекламной кампании. У нас тут возникает, конечно же, ошибка, потому что мы некорректно, скажем так, настраивали кампанию. Но, в целом, как бы у нас все верно, все настроено правильно. Так, 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 что у нас может быть неправильно. В целом у нас все правильно. Нажимаю кнопку «Подтвердить». Наша кампания отправляется на модерацию. Ага, не обязательно. В случае, если мы настраивались, наш рекламный аккаунт принадлежит России, то у нас могут запросить ННН. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, насколько я понимаю, получить налоговую вычетку, в случае чего. Тут нам необходимо указать платежные данные, с помощью которых мы будем оплачивать свой рекламный аккаунт. Необходимо имя и фамилия на карте, номер карты и код безопасности. Facebook – достаточно защищенная соцсеть, которая очень аккуратно следит вообще за какими-то платежами, вплоть до того, что, например, если вы перекрутили чуть-чуть там 10 или 15 рублей, Facebook вам может ее вернуть. Опытные таргетологи, наверное, часто замечали сообщение в рекламном кабинете, что был пересчет и вам вернули 4 рубля 16 копеек. Поэтому можете смело привязывать свою карту, кредитную или дебетовую, и ни о чем не переживать. Важно, есть один важный момент. Многие уверяют, что имя и фамилия на карте обязательно должны быть релевантны имени и фамилии держателя рекламного кабинета. Я сразу скажу, что это не так. Вы можете смело указывать любую карту. На траст аккаунта это сильно не повлияет. Я очень часто работаю с рекламными аккаунтами, которые принадлежат одним лицам, а платежные средства там привязаны к другим. Мужа, скажем, бизнес-партнера, чьи угодно. Поэтому в данном случае можете не паниковать, можете брать любую карту, которая у вас есть, даже если она оформлена не на вас, ну, естественно, конечно, это должно быть юридически все верно, и спокойно вносить. После того, как мы внесем эти платежные данные, мы жмем кнопку «Продолжить», и наша компания публикуется. Я перейду сейчас в другой рекламный аккаунт, чтобы показать вам, как выглядит... Давайте я вам продемонстрирую рекламный аккаунт, который, скажем, в нашей работе, с помощью которого мы ведем людей на эти вебинары, на нашу серию воркшопов, которые организовал мой бизнес совместно с Министерством экономического развития. Называются они немножко так сумбурно. В конечном счете, когда мы опубликуем нашу рекламную кампанию, перед нами будет примерно следующая картина. То есть будет какая-то определенная кампания, которую мы назвали соответствующим образом. При нажатии на рекламную кампанию мы можем открыть группы объявлений, здесь будут наши аудитории. Я могу напомнить, что аудитории может быть сколько угодно много, то есть вплоть до того, что их может быть до 100 и 250 штук. Но я, честно говоря, не проверял, не экспериментировал, сколько максимальное количество групп объявлений можно залить в кампанию, но я вам скажу так сильно, вас никто не ограничивает. И, соответственно, также в каждой группе объявлений у нас есть одно или несколько объявлений. В нашем случае это одно объявление в данной группе объявлений, но вообще их также может быть несколько, то есть вплоть до 10, до 15 и так далее. Давайте теперь я продемонстрирую вам тот самый секрет, который я обещал показать, который существенно, скажем, поможет вам настраивать рекламные кампании более грамотно. Так, вернемся к нашей презентации. Итак, этот способ называется модель дублей. Что он из себя представляет? Он представляет из себя примерно следующее. Важно понимать, что в Фейсбуке есть определенные слои. То есть представим аудиторию. Например, аудитория женщин 1845, живущей в центре Москвы. Мы, люди, рассматриваем эту аудиторию как единый пласт. То есть мы не разделяем, не сегментируем эту аудиторию. Для нас это просто какое-то единое целое. И мы, перенося свой опыт на Фейсбук, также думаем, что Фейсбук эту аудиторию воспринимает как одно единое целое. На самом деле это не так. Аудитории очень четко делятся на слои. Очень четко делятся на слои. И, например, в аудитории женщины 1845, живущей в центре Москвы, может быть очень много различных слоев. Там могут быть просто студентки, которые снимают квартиру в десятером. Могут быть состоятельные бизнесвумен. Могут быть модели. Могут быть иностранные туристы. Фейсбук все это понимает и поэтому очень четко делит аудиторию на слои. Метод дублей заключается в том, что мы создаем компанию и выбираем достаточно широкую аудиторию. Предположим, мы настраиваем рекламу на доставку продуктов по всей Москве. В нашем случае это будет аудитория 25-50 мужчин и женщин. Это будет широкая аудитория и насчитано все будет порядка 7 миллионов человек. Если же мы просто запустим группу объявлений одну, то шанс того, что Фейсбук найдет правильный пласт аудитории, то есть он обучится верно и найдет ту аудиторию, которую будет заказывать, он крайне невелик. Как же с этим бороться? Мы должны помочь Фейсбуку найти соответствующий пласт. Что мы делаем? Мы берем группу объявлений и дублируем ее несколько раз. Одну и ту же аудиторию дублируем. Я обычно делаю 10 дублей. Для чего это делается? Мы запустили кампанию, в ней одна аудитория и на одну и ту же аудиторию мы 10 раз показываем одну и ту же рекламу. Фейсбук не будет показывать рекламу одним и тем же людям. Он будет щупать разные слои, пласты аудитории в указанной нами выборке. То есть, например, из аудитории 7 миллионов человек каждый пласт возьмет себе по 200 тысяч человек и начнет их щупать. И один из пластов, как правило, зацепится. То есть это будет именно тот пласт аудитории, который будет совершать целевые действия. Через 48 часов, после того, как мы запустили всю эту модель, мы переходим в рекламный кабинет и, скорее всего, перед нами будет следующая картина. Из 10 аудиторий, у меня их тут меньше, у меня их тут 7, ну просто потому что в презентацию не влезло. Вообще обычно их там делается 10, кто-то делает даже 15. Мы зайдем в кампанию через 48 часов после старта и обнаружим примерно следующее. У нас будет одна группа объявлений лидер. То есть это будет та группа объявлений, которая будет выдавать целевые действия с максимальным результатом. То есть, например, если на всех остальных будет по одному, по два целевого действия, на этой будет 8-10. Это значит, что эта группа объявлений нашла тот самый необходимый пласт и теперь будет его использовать максимально долго. Наша задача с вами – эту группу объявлений лелеять, кормить, охранять и растить для того, чтобы масштабировать ее. Также будут два сублидера. Это будут те группы объявлений, которые вроде бы дали какой-то результат небольшой. То есть, словно говоря, они совершили по несколько целевых действий, но и результат чуть выше, и количество чуть меньше. Но сублидер также имеет право на жизнь сублидера. Обычно их 2-3, не больше. Скорее всего, сублидер умрет через какое-то время. То есть эта аудитория, она нашла группу объявлений, ну, тот пласт аудитории необходимый, но все равно недостаточный. Поэтому наша задача сублидеров тоже кормить вот эти две группы объявлений, потихоньку их, скажем так, растить. Но как только целевое действие выйдет за пределы, скажем, нашей рентабельности, просто отключать. Группа объявлений же, которая крепко вцепилась в необходимый нами пласт, мы должны плавно-плавно поднимать ей бюджет до необходимого. Как вообще правильно поднимать бюджет? Facebook – платформа, которая регулярно обучается. То есть и в том числе наша компания, группа объявлений регулярно обучается. Для того, чтобы это обучение не сломать, для того, чтобы нам не сломать алгоритм, который приносит нам результат, повышать бюджет дневной на группе объявлений нужно очень аккуратно. Как правило, я рекомендую всем повышать по 10% в день. То есть, например, если у нас там 1000 рублей на одну группу объявлений на бюджет, повышаем до 1100. Потом поднимем еще на 100, потом еще на 100, потом уже на 120, 130 и так далее в день. Если же все-таки у нас мы достаточно сильно торопимся, я рекомендую на 10% каждые 5-6 часов. Так это не собьет обучение группы объявлений и при этом даст такой необходимый результат. Давайте я сейчас покажу на примере запуска модели дублей и покажу, что я имею в виду, и как это вообще работает, насколько это эффективно. Вот одна из компаний, которую мы запустили буквально сегодня. Мы запустили на Lookalike Marketing и сделали достаточно большое количество дублей. Если мы, например, нажмем кнопку «Результат», то мы видим, у нас есть определенный лидер. Он набрал 7 конверсий, 7 завершенных регистраций. Также есть какое-то количество больших сублидеров. И есть отсеты, которые вообще не зацепились. При том, что количество охватов и показов на всех группах объявлений примерно одинаковое. Пока что рано делать выводы, так как эта компания только свежая, она запущена только сегодня. Соответственно, все еще может поменяться и в целом продлить жизнеспособность этой компании на 24 часа. Как правило, считается период обучения 48 часов или 8 тысяч показов охвата. Если после 8 тысяч охватов отсет не дает результатов, он уже не даст результатов вообще никогда, скорее всего. Он вцепился не в ту аудиторию, он неверно обучается, и эту компанию можно смело выключать. В нашем случае, пока не прошло нигде 8 тысяч показов охватов, мы эту компанию оставляем. Но у нас уже в целом вырисовывается лидер, который, соответственно, дает максимальный результат. Также существует часть сублидеров. Пока что тоже недостаточное количество действий, чтобы делать вывод, кто из них сублидер, а кто нет. Но в целом эти группы объявлений также имеют право на жизнь. Их также стоит повышать им бюджет на 10% дневного, но очень внимательно за ними следить. Потому что в любой момент аудитория может просто потеряться, то есть Facebook потеряет необходимый слой аудитории, и мы будем расходовать неэффективный бюджет. И в конечном итоге мы видим еще часть групп объявлений, которые не дают результата вообще. То есть они получили то же количество охвата, то же количество показов, но не дают результат. Многие противники этого подхода, их на самом деле немного, потому что такой подход знает не так много людей, уверяют о том, что аудитории сильно друг на друга наслаиваются, и мы в конечном счете очень сильно повышаем себе CPM. То есть сами с собой же боремся на аукционе. Но по опыту могу сказать, что оверлапа, то есть наслоение аудитории, фактически не происходит. То есть Facebook действительно щупает в одной аудитории разные выборки. И они пересекаются, ну порой там от 5, даже не от 5, а от 2 до 15%. 15% это в принципе то пересечение аудитории, которое может иметь право на жизнь. То есть это не критично, это небольшое пересечение аудитории. Давайте теперь пробежимся по самому рекламному кабинету. Посмотрим, какие элементы в нем есть для того, чтобы эффективно управлять, для того, чтобы эффективно отслеживать рекламу. Итак, первое, что мы видим, это включена компания или нет. Когда горит синий значок, компания включена. Также можем понажать ее, включить и выключить. Далее, статус показа. Ну здесь, соответственно, отображается, включена или нет. Стратегия ставок. Я рекомендую вообще по умолчанию использовать стратегию ставок «Минимальная цена». Почему? Потому что при недостаточном опыте работы с Facebook вы можете просто войти в аукцион при другой стратегии ставок очень неэффективно. И, соответственно, потерять достаточно много целевых действий, которые могли бы получить тот же бюджет. В нашем случае есть какие-то компании, которые используют бюджет на уровне групп объявлений. То есть мы выставляем здесь бюджеты, сколько в день скручивать. А также есть часть компаний, которые используют бюджет на уровне группы компаний. То есть не зависит от того, сколько внутри будет отцета, в нашем случае два. Facebook при таком подходе, при подходе того, что мы ставим бюджет на уровне компаний, он самостоятельно будет распределять бюджет на уровне группы объявлений. То есть Facebook сам будет решать, сколько и куда тратить. В нашем случае, например, если мы посмотрим, Facebook решил, что компания Marketing Cloud работает лучше, чем компания группы объявлений, точнее, самозанятые 17.24. И он большую, львиную часть бюджета переносит в маркетинг. Хотя, если обратить внимание, то стоимость регистрации у самозанятых меньше. И аудитория там примерно сопоставимая по количеству. Поэтому я рекомендую использовать АБО, то есть самостоятельно регулировать бюджет. Иначе может возникнуть такая ситуация, когда Facebook нагрузку на отцеты распределяет таким образом, что вам кажется неэффективным, вас это бесит, потому что мы видим, что бюджет тратится в тот отцет, где целевое действие стоит дороже. И далее снизу группы объявлений. На что стоит вообще обращать внимание при настройке? Первое, это, конечно же, охваты показа. Как я сказал ранее, делать выводы до того момента, пока не прошло 8 тысяч охвата, нецелесообразно. Почему? Потому что отцет еще мог не зацепиться. Далее цена за результат. Она считается автоматически. Будь то просмотр, будь то завершенная регистрация, просмотр целевой страницы, что угодно, завершенная конверсия. Далее сумма, затрат. Далее сумма, затрат. Мы видим график. Чистота. Рекомендую также обращать внимание на чистоту. Очень многие начинают... Что вообще значит чистота? Например, чистота 1,22 означает, что в среднем нашу рекламу один человек видит 1,22 раза. То есть, когда чистота будет 2, например, это будет означать, что человек в этой выборке видит рекламу 2 раза. Многие таргетологи начинают очень сильно паниковать, когда видят частоту 1,78, 1,85. То есть, такую аудиторию, часа, которая пробежается к 2. На самом деле это не критично. То есть, в первую очередь нужно обращать внимание на целевое действие, на стоимость целевого действия по дням. И в целом, чистота может быть и 4. У меня есть компания, где чистота на показанных человеках 4. И в целом, целевое действие также в рамках нормы. Для того, чтобы посмотреть стоимость целевого действия по дням, вверху есть календарик. Мы выбираем сегодня. За сегодня у нас, например, Marketing Cloud дает конверсию за 79 рублей. При этом бюджет потрачен на него в 2 раза больше, чем на самозанятость, который дает регистрацию 55 рублей. Если же мы, например, обратим внимание на вчера, то вчера у нас в целом стоимость регистрации была ниже, нежели сегодня. Это значит, что аудитория постепенно тоже выгорает и целевое действие растет. Также стоит вообще помнить про такой фактор, как выгорание целевой аудитории. Это неизбежный процесс и любая аудитория, она выгорает. Задача таргетолога и предпринимателя, который самостоятельно настраивает себе рекламу, с этим выгоранием бороться. То есть искать какие-то новые пути, всегда вещь что-то тестировать, тестировать новые аудитории, тестировать новые креативы на старую аудиторию. Только таким способом можно избежать полного выгорания аудитории, хотя рано или поздно, конечно, в любом случае произойдет. Почему оно произойдет? Потому что аудитория ограничена. И бесконечно показывать один и тот же продукт и вызывать интерес и отклик у людей невозможно. Также необходимо отслеживать еще ряд показателей, крайне важных. Но по умолчанию в фейсбуках там не показывают. То есть надо грамотно настроить рабочую область таким образом, чтобы мы видели стоимость 1000 показов, стоимость клика, CTR, если он необходим. Чтобы это сделать, нажимаем на плюсик и настроить столбцы. Секундочку. Итак, мы переходим в настройку колонок, настройки столбцов. То есть это то место, где мы можем настроить рабочую область так, как необходимо нам, чтобы нам было удобно. Итак, первое, что мы видим, это результативность, то есть стандартные какие-то настройки. Здесь важно что? Статус показов, количество показов, частота, охват, результаты, клики. Если вам необходимо видеть все клики. Клики все, это значит клики, которые были и по шапке, и по иконке, и по ссылке, то есть все клики. Плата за клик. Также в целом очень актуальная информация, то есть нам, чтобы примерно понимать, если мы считаем конверсию вручную. Например, мы считаем, что из 100 кликов 3 человека купило. Клик один стоит, например, 7 рублей. Получается, что нам один целевой покупатель обходится примерно где-то 230 рублей. То есть чтобы нам примерно хотя бы математику это складывать. Но вообще это делается автоматически. Но если, скажем, мы только начинаем, у нас малый бизнес, мы очень криво и самостоятельно настраиваемся рекламу. Можно делать таким образом. Отношение кликов показом в SEO. Это как бы вообще метрика называется CTR. То есть тот процент, который отображает сколько людей, которые увидели рекламу, кликнули по ней. Многие таргетологи и предприниматели очень активно на эту метрику обращают внимание. Так как они считают, что хороший CTR это хорошая реклама, которая окупается. Но я скажу, что не так. То есть в целом реклама, которая может иметь крайне низкое значение CTR, может быть достаточно релевантной, дешевой, которая может показывать высокий ROI, высокий ROS. Что самое важное. Поэтому CTR вообще рассматривать как какую-то ключевую метрику не стоит. CTR просто демонстрирует нам, насколько мы рекламу показываем нужной аудитории. То есть насколько наш оффер и наша картинка кликабельна, скажем так. Но не отображает действительно качественные настройки рекламной кампании. Переходим далее. Цена за результат. Мы отображаем в любом случае для того, чтобы нам считать, сколько стоит, например, совершенная конверсия. Или сколько стоит лид в нашу кампанию. Или сколько стоит просмотр целевой страницы. CPM. Цена за тысячу показов. Это вот крайне важная метрика, которую необходимо отслеживать. Что такое CPM вообще? CPM это цена за тысячу показов. То есть это, скажем так, юнит. Это вообще базовая стоимость аукциона. Эту метрику необходимо отслеживать просто потому, что аукцион может сильно скакать. Например, в один день на вашу целевую аудиторию CPM может стоить 180 рублей. В другой день та же аудитория, те же тысячи показов, может стоить 250-300 рублей. Соответственно, мы увеличиваем целевое действие. То есть стоимость целевого действия просто растет неизбежно. Потому что аукцион более нагружен, более нагрет. Из CPM важно следить, чтобы правильно делать выводы. То есть сопоставлять, почему у нас стал стоить дороже клик, почему у нас стала стоить дороже покупка. То есть причина в каком-то, скажем, однодневном скачке может быть именно в CPM. Поэтому важно отслеживать CPM. Вовлеченность для страницы. То есть это в том случае, если мы, скажем, настраиваем рекламную вовлеченность, там, в случае, нас не интересует. Обмен сообщениями. То есть это в том случае, если мы настраиваем на мессенджер, на директ. Мы можем указывать те метрики, которые нам необходимо отслеживать. Медиа. Для чего эти показатели отслеживать? Делается не для того, если мы, скажем, проводим какую-то охватную имиджевую кампанию. Например, мы Coca-Cola или мы просто какой-то крупный бренд, который хочет работать именно на узнаваемость своего бренда и показывать свой рекламный ролик, который, например, длится 15 секунд в Stories. Соответственно, нам необходимо отслеживать метрики, которые будут показывать, насколько целевая аудитория вообще увлекается в это видео. И мы можем посмотреть просмотры видео в точке 25%, 50%, 70%, 95% и 100%. Среднее время просмотра видео. И делать определенные выводы по качеству креатива, по качеству аудитории. Кликем. CTR, как метрика. То есть мы ее оставляем просто для того, чтобы ее видеть. Но в целом внимания на эту метрику мы не обращаем. Предполагаемый прирост запоминаемости рекламы. В целом это очень приблизительная метрика, которую недавно ввел сам Facebook. Ну, действительно недавно. И она просто показывает, насколько благодаря вашей рекламе вы приросли в узнаваемости, запоминаемости своего бренда. В какую-то практическую составляющую вот в этой метрике найти сложно. То есть по сути это просто галочка ради галочки. Далее идут стандартные события. В случае, если мы работаем с конверсиями или у нас на сайте стоит пиксель, что важно. Сейчас в дальнейшем мы также разберем, что делать, если мы работаем с сайтом, каким образом нам поставить пиксель, как его создать и как его использовать. В случае, если на вашем сайте стоит пиксель, вы можете выбрать стандартные события, и пиксель самостоятельно будет необходимо провести небольшую настройку, и пиксель будет считать, сколько раз вы добавили в корзину пользователей. Также будет видно, сколько цена добавления в корзину, и другие метрики, в том числе покупки, завершенные регистрации, крики на рекламу и так далее. Далее настраивается все очень по желанию, то есть вы можете просто полистать, посмотреть, какие вам необходимо отслеживать метрики для того, чтобы полностью контролировать свою рекламную кампанию. И далее нажимаем применить. И таким образом все метрики, которые мы выбрали, они автоматически применяются к нашей кампании. То есть мы видим и уникальные клики по ссылке, видим просто клики все, то есть клики по шапке, клики по шапке, да, CPM. CPM важно отслеживать, и важно его отслеживать в динамике. Как это делать? Очень просто, если, например, у вас там небольшое количество компаний, нужно просто примерно смотреть нагрузку на аукцион, скажем, каждый день. Вот мы заходим, видим, что 6 августа, на календаре у нас 6 августа выбрано, CPM в среднем, например, по компании LAL 283, что в целом приемлемо. Если, например, выбираем сегодняшний день, то есть 215. Это говорит о том, что нагрузка на аукцион в конкретный день снизилась. Или это может значить то, что Facebook нашел ту аудиторию, по которой нагрузка на аукцион ниже. Также видим кликабельность, то есть тот самый знаменитый CTR, за которым все очень пристально следят. Добавление в корзину, добавление в корзину на сайте и так далее. То есть те метрики, которые также можно отслеживать в случае, если у нас настроен пиксель. Итак, давайте теперь разберемся более глубоко, как работать с сайтом, как настраивать аудитории, которые называются Lookalike. Очень многие люди слышали про такие волшебные аудитории. И сейчас задают вопрос, как настроить аудиторию Lookalike. Сейчас я вам все примерно покажу, расскажу тоже какие-то определенные фишки по работе и настройке Lookalike. И пройдемся дальше. Итак, для того, чтобы нам настроить пиксель, нам необходимо перейти в Events Manager. Для того, чтобы в него перейти, нам нужно нажать на троеточие вверху, и мы пойдем в окно Events Manager. У нас большое количество пикселей. Это, соответственно, само окно источников данных. То есть в этом окне создаются новые пиксели, смотрятся данные по старым пикселям, тестируются события, смотрятся истории и производится настройка. Каким образом вообще создаются Lookalike? Каким образом создается похожая аудитория? Что такое вообще похожая аудитория? Как я уже говорил ранее, Facebook очень мощная площадка с точки зрения оптимизации. Она очень хорошо чувствует аудитория, которая взаимодействует с вашей рекламой и очень качественно и релевантно ее подбирает. И после того, как вы провели какое-то время, какое-то количество тестов, набрали какую-то базу, вы можете попробовать повзаимодействовать, попросить как бы Facebook создать аудиторию, которая, по его мнению, максимально похожа на аудиторию, которая совершает нужные вам целевые действия. Это очень сложно, но на самом деле просто. Как это делать? Для того, чтобы создать похожую аудиторию, мы нажимаем на кнопочку «Создать», «Создать похожую аудиторию». Выбираем аккаунт. И, соответственно, здесь мы можем создать другие источники, выбрать. А, так, давайте, с самого начала я сейчас покажу. Переходим на вкладочку «Аудитории». Из «Ивент-менеджера» переходим на вкладочку «Аудитории». Так, эту вкладку сверху мы сворачиваем. Итак, это дашборд работы с аудиториями. Здесь мы можем создавать новые аудитории, сохранять аудитории и создавать lookalike. Итак, lookalike. Lookalike всегда создается на основе какой-то исходной аудитории. Исходная аудитория может быть любая. К примеру, если у вас есть сайт, есть пиксель, вы можете создать аудиторию, которая похожа на ту, которая добавляет товар в корзину, но не покупает. Также можно создавать аудиторию, которая похожа на ту, которая покупает. Вплоть до того, что можно создавать аудиторию, которая похожа на ту, которая покупает с чеком, например, больше 25 тысяч рублей. То есть очень такой большой простор для кастомизации. Если же у нас нет сайта и мы просто хотим потестировать различные луколайки, все делается гораздо проще. Мы просто выбираем аудиторию, которая, например, взаимодействовала с нашей бизнес-страницей последние 90 дней. Или, например, просматривала наше видео рекламное более 75%. Для того, чтобы создать похожую аудиторию, нажимаем на «Создать аудиторию». И в первую очередь создаем пользовательскую аудиторию. Перед нами открывается окно, которое дает нам выбрать, какой источник будет для нашей похожей аудитории в дальнейшем. То есть тот самый источник. Сайт выбирается в том случае, если у нас уже есть пиксель. То есть мы выбираем какой-то пиксель, выбираем действия. Например, все посетители сайта за максимум можно выбрать 180 дней. 180 дней – это максимальный срок. И называем аудиторию. Например, эта аудитория теперь у нас создается. То есть Facebook автоматически соберет аудиторию, которая была на нашем сайте последние 180 дней. В случае, если у нас нет сайта и нам необходима другая пользовательская аудитория, мы можем выбрать либо Instagram-аккаунт, либо формуле генерации рядов, например, страница Facebook и видео. Например, выберем видео. Выбираем люди, которые посмотрели наше видео на 75%. Далее выбираем видео. У нас, к сожалению, нету. Но если бы оно было загружено, появилось бы. За последние 365 дней, в данном случае временные рамки, они чуть больше. И также указываем название аудитории NVIDIA. Видео 365. И создаем. Тот же самый алгоритм мы проделываем, если нам необходимо, например, взаимодействие с нашим Instagram-аккаунтом. Вот у нас в этом BAME есть Instagram-аккаунт цветов. Мы выбираем включить людей, которые соответствуют любым из следующих критериев. Выбираем Instagram-аккаунт. Пускай это будет boom flowers. Все, кто взаимодействовал с вашим профилем в течение 365 дней. Но также есть варианты иные. Например, те, кто с публикацией, те, кто отправили сообщения и те, кто сохранили любую публикацию или объявление. Как правило, тестируются все эти лукавайки по отдельности. То есть люди, которые писали в Директ, они потенциально для вас, как для собственника, более ценны. И для Фейсбука. Так они совершили целевое действие и написали вам. Поэтому собирать аудиторию, похожую на основе отправившей сообщения для вашего присоединенного аккаунта, скажем, гораздо более важно, рентабельнее, чем, например, какое-то другое действие. Но тестировать нужно все. И также называем аудиторию. По умолчанию Фейсбук нам сразу же предложит либо создать похожую аудиторию, то есть нашу лукавайк, либо создать объявление. Мы собьем похожую аудиторию, так как нам важна именно она. Выбираем местоположение аудитории. Здесь таргетинг деталей нам недоступен. То есть в данном случае мы выбираем только Россия. Но, забегу вперед, скажу, что мы можем ограничить таргетинг лукавайка непосредственно в своем рекламном кабинете. То есть мы выбираем, например, аудиторию Россия. Далее в рекламном аккаунте мы уже указываем, что это будут люди, например, только из Москвы или только из Санкт-Петербурга. А далее перед нами открывается интересная шкала, которая показывает размер аудитории. Что это значит? 1% это люди, которые с наибольшей долей вероятностью похожи на 1% той аудитории, которая дает вам максимальную ценность. И, соответственно, по мере увеличения процентов аудитория растет, но становится менее качественной. То есть всего доступно 10%, и, как правило, по умолчанию 10% это порядка 4 миллионов человек. Если говорить про 1%, это 300, 2% кажется 500, 700, миллион и так далее. Как правильно тестировать луколайки? Вообще, зачастую бывает так, что, например, 1% он по умолчанию считается самым качественным процентом, потому что это именно та самая выжимка людей, которые похожи на тех, кто писал вам в директ за последние 365 дней. Но здесь есть как бы одна маленькая деталь, заключена в том, что эта аудитория, она просто неизбежно выгорает. Она неизбежно выгорает, и поэтому я рекомендую изначально сразу брать аудиторию чуть крупнее. То есть есть смысл протестировать сразу 3%. В нашем случае мы так и сделаем. Итак, теперь мы видим, что наша аудитория собралась. Наша аудитория собралась, то есть у нас сейчас есть коллега через тимнивер. Она как бы готова, но она до сих пор как бы собирается. То есть размер ее менее 1000. Она станет доступна в ближайшее время. Как правило, она собирается буквально 10-15 минут. Как настроить рекламу на наш local-like? Мы переходим в Ads Manager. И просто банально создаем кампанию. С самого начала. Берем трафик. Продолжить. И вот здесь теперь, на том моменте, когда мы выбирали аудиторию, мы выбираем, мы не ставим детальный таргетинг изначально. Мы используем аудиторию, которую мы только что создали. Мы нажимаем на окошко «Пользуйся к аудитории», и нам автоматически Facebook предложит выбрать local-like 3%, который у нас тут есть. Мы смело выбираем его и видим, что потенциальный охват меньше 1000 человек. Что это значит, что аудитории еще нет. Она просто банально пока что еще не готова. Но кампанию мы можем смело доделать. Кампанию мы можем настроить, отправить на модерацию. Как только аудитория заполнится, как Facebook ее заполнит, она начнет откручиваться. Важно также учитывать, что если мы работаем по какому-то конкретному региону, особенно маленькому, например, это будет Псковская область, Новгородская область, любая другая, нам важно ограничить local-like по гео, потому что мы в нашем случае указали только Россию. В таком случае, если мы ограничим с помощью ручных настроек, то есть ведем необходимый, не знаю, Киев, например, то это будет look-alike только из Киева. Хотя у нас, конечно, получается немножко противопоставление, но неважно. Таким способом, нехитрым, настраивается look-alike. В целом, наша основная компания, наша основная часть вебинара подошла к концу. Я предлагаю устроить маленький 5-10 минутный перерыв и далее маленькую question-сессию, если она будет, поотвечаю на ваши вопросы. Продолжение следует... 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 И вообще в целом они к российским пользователям относятся с такой долькой негатива в плане того, что у нас очень много арбитражников. То есть очень много людей, которые льют трафик на различные черные направления, средства для похудения и так далее. Поэтому Facebook сейчас начал массово блокировать бизнес-менеджера. И начал массово блокировать те аккаунты, личные страницы. У меня у самого две личные страницы за буквально три недели улетели в бан. С этим бороться по сути никак. Ну то есть чтобы не блокировать бизнес-менеджера, не блокировали его, проще всего подтвердить бизнес, подтвердить ваш бизнес. То есть обратиться напрямую в Facebook, можете в чатик или можете сразу перейти в бизнес-менеджер и в нем отправить документы для того, чтобы подтвердить вашу компанию. В таком случае шанс того, что ваш аккаунт неожиданно улетит в блокировку, значительно сокращается. В том случае, если подтвердить аккаунт невозможно, то есть как его подтвердить вообще? По сути необходимо будет отправить документы, учредительные документы. То есть это будет, например, с лицарегистрация юридического лица или ИП, и Facebook в ручном режиме, то есть поддержка его проводит эту модерацию. В том случае, если у вас юрлица нету, вы там, скажем, самозаняты или просто какой-то фрилансер занимаетесь какой-то товаркой, в таком случае вы себя обезопасить никак не можете, но если у вас не будут найдены какие-то подозрительные действия на аккаунте, скорее всего, ваш BM разблокирует. Но жаловаться какие-то вышестоящие инстанции, конечно, не получится, потому что, опять же, Facebook сам себе как бы голова. Поэтому тут на ваше усмотрение, как поступить. Я бы, если есть возможность, в первую очередь подтвердил бы Facebook. Но в таком случае вам придется всегда платить НДС. То есть, как я уже сказал ранее, если рекламный аккаунт, например, создан на Киргизию, вам платить НДС не придется. И что, в принципе, существенно экономит расходы. Второй вариант, как избежать вообще блокировок, работать через официальных, скажем так, реселлеров рекламы Facebook в России. Их, по сути, два, насколько я помню. Это E-Lama и это AirTarget. Минус то, что придется платить, мало того, что НДС 20%, каждый раз придется также платить по 10% за пополнение рекламного кабинета. Но в таком случае вы снимаете с себя всякие обязательства, заботы по охране, скажем так, вашего бизнес-менеджера. Вы не будете переживать за то, что ваш BM в один момент блокнут. Ну и также не стоит забывать про такое понятие, как траст аккаунта. То есть у каждого аккаунта Facebook есть траст. Если аккаунт, например, свежий, создан именно социальный профиль, создан недавно, и вы пытаетесь моментально на нем создать BM, завести рекламный аккаунт, то вы с большей долей вероятности отлетите на селфи. Что такое селфи? Это как Facebook вас блокирует и просит подтвердить вашу личность. То есть отправить селфи, подтвердить, что вы – это вы. Еще просит паспорт. В том случае, если, например, вы регистрировали свой соцпрофиль на какого-то виртуального человека или на другого человека, то, скорее всего, вы не сможете его вернуть себе и просто безвозвратно утеряйте. Facebook оставляет за свое право блокировать, в принципе, любые аккаунты без права на восстановление. И даже в том случае, если вам кажется, что вы не нарушали никаких правил, как бы все, и ничьих прав, то есть есть же такое понятие, как дискриминационный таргетинг, но он больше работает в США. И если даже вы это не нарушали, Facebook зачастую апелляции рассматривает очень однобоко, и если система посчитала вас нарушителем, значит вы нарушитель. И тут как бы бороться с этим никак, это только если использовать различные антидекты браузеры, пользоваться прокси-серверами и покупать аккаунты. То есть если таргетологи, которые работают на больших объемах, они это знают. Также был вопрос касательно отчетов. Как правильно формировать отчеты, как часто их сдавать. Как часто их сдавать, я вам, к сожалению, не подскажу, потому что по сути это дело сугубо ваше личное и вашего клиента, как вы будете сдавать отчет. Но делать отчет достаточно просто. То есть можно делать прямо сводные таблицы, не выходя из рекламного кабинета, то есть не... Вот, то есть у нас есть такая кнопочка отчеты. Мы ее нажимаем. Создаем свой отчет. Здесь вы можете настроить, во-первых, мы указываем дату, да. Обычно отчет как бы он либо месячный, либо недельный. Ну, в случае там с какими-то очень активными работодателями, может быть ежедневный. Вот, в любом случае он настраиваем, как бы он делается очень легко. Просто нажимаем настроить. И указываем здесь в правом окошечке открытом ту информацию, разбивки, метрики, которые необходимы вашему работодателю для отслеживания эффективности. То есть, например, если вы работаете с пикселем, вы можете показывать, сколько покупок на вашем сайте, за какую стоимость совершается еженедельно, ежедневно, ежемесячно. После того, как какой-то отчет закончили, сделали, нажмем кнопочку «Сохранить», и потом можем просто, например, его экспортировать. Экспортировать его можно разными файами, то есть это Excel, CSS, ну, то есть в любом случае по разными методами. И также можно просто поделиться ссылкой, то есть напрямую, и тогда люди смогут его просматривать в прямом эфире. Так, еще хотелось бы раз вернуться к вопросу по моим контактам. Я также на слайдах указывал свой контакт. В случае, если возникнут какие-то дополнительные вопросы, вы можете написать мне в Telegram, собака, юмагнат. На этом наш вебинар подходит к концу. Я надеюсь, что ничего не упустил, дал какую-то полезную информацию. Напоминаю, что наш вебинар проводит агентство «Магнат Профессионал» совместно с Министерством экономического развития РФ, социальным проектом «Мой бизнес» и Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербургом. Всем спасибо большое за внимание, за уделенное время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok